Проблема одесских будок с нового ракурса. Теперь в них продают контрабанду. На площади независимости неравнодушным одесситам был зафиксирован случай продажи нелегальных товаров. Правонарушение можно заметить сразу, подойдя к будке. На витрине магазина выставлены сигареты с предупредительными надписями на русском и румынском языках. Согласно статье 6 Закона Украины о рекламе, реклама распространяется на территории Украины исключительно на украинском языке. Далее при детальном рассмотрении замечаем расхождение с дизайном пачки оригинала. Также любопытно, что дата производства 2007 год и рекомендованная цена 4,50 в гривневом эквиваленте, когда в самом месте розничной торговли установленная цена 14 гривен. Как пачки с иностранными предупредительными надписями и некачественно изготовленные прошли контроль неизвестно. Но что более возмутило пострадавшего одессита Сергея, ими еще и торгуют. Я купил вчера пачку сигарет. После того, как я закурил первую сигарету, я сразу понял, что что-то не так. Акцизных марок на них абсолютно нет. Сегодня я решил сделать аналогичную закупку, чтобы понимать, возможно, это просто какой-то непонятный случай. И сегодня мне продали абсолютно такие же сигареты. На мою претензию продавцу продавец сразу начал звонить хозяину, на что хозяин сказал, отдайте деньги. Но деньги не столь важны, потому что по одной простой причине – это беспредел абсолютный. При попытках узнать у продавца, есть ли разрешающая документация на продажу табачных и алкогольных изделий, съемочную группу настигла полное игнорирование и забаррикадированное окошко. Как сообщает покупатель некачественного товара, прибывший на место сотрудник правоохранительных органов начал составлять протокол под комментарии продавца «Пишите, что хотите, наверху все решат без вас». Далее сотрудник милиции покинул место происшествия. Но, как потом выяснилось, одесситов вполне устраивает качество поддельных товаров. Нормально? Да. Я и пришла взята. На привозе есть и здесь. Вот в таких будочках. Поэтому эти сигареты для меня лучше. Намного. Как было обнаружено вечером того же дня, вся продукция с витрины «Мафа» пропала. Итог такой. Благодаря усилиям неравнодушного одессита был разоблачен и прикрыт пункт торговли нелицензированного товара. Городские власти бездействуют.